В России вы всегда платите отдельно за кетчуп. Я заплатил за шесть пакетиков, потом захотел ещё. А девочка у кассы нет. Нет! С вас это хватит. Ты вообще понимаешь, о чём речь? Она, блин, решает, что мне хватит. Это никакой не бургер. Миша, если нельзя взять кетчуп, это всё хреновая декорация. Вся ваша страна, это всего лишь один дешёвый, паршивый, грёбаный фасад. Кстати, Миша, хреново сделанный. Итак, вы посмотрели ролик. А теперь, пожалуйста, поднимите руки те, кто хочет купить билет и сходить в кино. That's right! I told you this movie could work. Thanks, brother. All right, my friend. Миша, thanks. Боб! Да? Ручку забыл. А, да, спасибо. А как насчёт моих новых условий? Миша, да я помню, помню! Миша. Мишины способности в маркетинге проявились ещё до того, как он узнал, что значит это слово. Социализм уже закончился, а капитализм ещё не наступил. Вожделенные и западные бренды стали доступны круглосуточно в любом из ларьков, открывшихся по всему городу. Миша работал в одном из таких ларьков. Сразу после окончания ИСТФАКа МГУ. Тогда он и открыл для себя три основных закона маркетинга. Он посоветовал хозяину ларька продавать только водку. Продажи удвоились. Затем Миша предложил повесить над всеми ларьками яркую жёлтую надпись «Водка». Продажи выросли в 12 раз. Хозяин купил себе старый 320-й «Мерседес». И Миша попросил увеличить ему зарплату. Сразу после увольнения он открыл третий закон. Всегда проси деньги вперёд.